Всем привет, друзья! С вами Карабаш74 и сегодня мы с вами посмотрим на Россельмаш. Я так понимаю, обновление новое вышло? Это как дополнительный мод Россельмаш можно поставить. То есть пацаны, видимо, выдрали этот комбайн. Может быть он бесплатный. Я не знаю, я не заходил, не смотрел, к сожалению, не поглядел я. Вышел ли он или нет. Ну и так, в общем, приступим. Россельмаш. Комбайн Нива. 75 тысяч, 114 КВТ, 150 лошадей. Сеет у нас пшеницу, ячмень, канолу и кукурузу. Вместимость 3000. Вот, в общем, какой-то вот такой вот комбайн. Забираем его. Цвет у него идет заводской. И 12 тысяч у нас идет сейлка. Четырехметровая. Поехали. Посмотрим, что это и с чем это едят. О, ёптите, у меня 5 утра здесь. Роликов вчера не было, потому что у меня не было света, ребят. Вот. Ну, тут, опять же, тут, что-то нож чешется сегодня. Пятница, пятница. Тут, опять же, не придраться, потому что этот комбайн сделали сами разработчики. А я так понимаю, что-то с задними колесами прямо, прямо шестигранники какие-то. Очень мало полигонов. Но это уже придираться можно только к самим разработчикам. Сам, знаете, сам внешний вид, конечно, выглядит идеально. Я говорю, тут не подкопаться. Зеркала, уэла. Садимся. Секундочку. Я надеюсь, будет все слышно. Давайте я добавлю немножко громкости. Во. Так, наверное, будет лучше. Лишь бы было слышно. Звук. Звук свой. Сразу подцепляем ее. Итак, рассмотрим, что он и к чему это все. Анимация водилы. Руль крутится, опять же, то есть, малый ход руля. Это печально. Мигалочка работает. Поворотники-то на нем есть, хоть нет. Я включил, но... Я включил, но... А, ну да, спереди, только сзади у него нет вообще ничего. Спереди поворотники мигают. Так, включить уборочную машину. Так, выбрать другое приспособление, выставить трубу. Ну, это понятно. Труба у нас вылет достаточно хорошая. Я не знаю, почему ее такой маленькой сделали. То есть, саму... Возможно, можно другую прицепить жатку. А мы, кстати, сейчас это непосредственно и попробуем. То есть, давайте попробуем, я не знаю, кейс, попробуем подцепить к нему. Ну, что еще можно? Нью-Холланд попробуем подцепить. 12-ти метровый. Вот эту попробуем. То есть, мы сейчас все это, ребят, попробуем. Посмотрим, что это и с чем это едят. Вот. Так, убираем трубу. Она нам нахер не нужна. Смотрим свет. Все пролагивает. Свет у нас горит. Сзади. Что ж такие провисания-то? Сзади все работает. То есть, спереди и сзади вместе включаются, как обычно все. Так. Так, выбрать другое приспособление. Отцепляем ее. И поехали, попробуем ее. Возьмем. Ну, что-то я как-то уже сомневаться начинаю. Что она подойдет? Да ладно. Без проблем, ребятки. Он подцепляет. То есть, как бы... Вот такой вот расклад. Но опять же, вместимость у него бункера 3000. То есть, это надо за ним постоянно ездить с прицепом. Залезем в салон. Посмотрим, что у нас в салоне. Подсветки приборов нету. Детализация, конечно же, хорошая. Здесь руль нормально поворачивается. От третьего лица, то есть, с вылетом из кабины. Соответственно, он крутит его как... Ход руля очень-очень маленький. Выглядит достаточно все неплохо. Вылазим. Так, выбрать другое приспособление. Отцепляем и поехали желтенькую попробуем. Да и желтая. Мне кажется, абсолютно все... Все жадки, они подцепятся без всяких проблем. Сзади у нас прицепного как такового тут нету. То есть, к нему ничего не подцепить сзади. Да. Подцепляется. Все подцепляется. Это не может не радовать. Но я заберу его родную жадку. И мы с вами поехали. Да, кстати, я хотел почитать. Сейчас я прочитаю. Все подцепим. Мод комбайн Нева. СК-5. Рост Сельмаш. Версия 1.0. Мощность 155 лошадей. Скорость 22 километра. Рабочая скорость 10 километров. Рабочие зеркала. Кстати, а нахер там зеркало стоит вот здесь вот? Если мы его все равно не видим. Вот это вот зеркало зачем? Ну, с этой стороны оно рабочее. Это я понимаю. А вот с той стороны я все равно не вижу. Как его посмотреть-то? Никак. В общем, как-то необдуманное зеркало туда приляпали. Анимация рук фермера. Объем бункера 3000 литров. Это мы уже убедились в этом. Убирает пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу. В комплекте жатка. Регулировка мотовила. Моющаяся. Рабочая ширина 4 метра. 4. Стоп. 4 метра. Точно. 4 метра. Я думал про 3. Рабочая ширина 4 метра. Убирает пшеницу, ячмень, рапс. Опять написано моющийся. Оставляет следы, летит пыль из-под колеса. Я не знаю, к чему написали столько много всего. Потому что это, в принципе, дефолтный комбайн. Смысла большого не было. Собственно, описывать столько много всего. Я думаю, что комбайн работает без всяких нареканий. Опять же, давайте попробуем. Так, опустить. Рубить жатку. Нанять работника. Выставить трубу. Поехали. Здесь у меня, по-моему, канола. Да, канола. О, нанимаем работягу. Поехали. Да, полностью все работает. То есть, это не может не радовать. Стопает. Уволен. Вот такой вот, знаете, небольшой обзорчик на данного рода аппарат. Достаточно интересный комбайн. Но это, опять же, это сделали сами разработчики, а не мододелы. Естественно. Скриншот на превьюшечку. С вами был Karabash74. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на паблик ВК. Сегодня будет очень насыщенный день. Вечер. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok